Приветствую вас и на момент написания этого ответа, на момент записи этого ответа у вас не было ни одного комментария к вашему вопросу и мне бы хотелось вам помочь, хотя и вопрос это по большей части не психологический, ну по моему мнению это по большому счету вопрос скорее немножечко другой любого плана, но вы задаете его и я думаю что вам нужно помочь в решении этого вопроса, поскольку вам это важно. Вы знаете, мне бы хотелось начать с того, чтобы определить, почему является банальным то, что вы находитесь в интернете. Ну вот с чем связана вот эта самая банальность? Казалось бы, ну есть красивые фразы, да, есть красивые моменты, так почему же банальность? С чем связана банальность? И, отвечая на этот вопрос, нужно сказать так. Банальным вам кажется то, что вы находите в интернете потому, что, простите, вы знаете, что вашему мужчине это не понравится. Ну не по душе ему будет то, что вы вот ему пришлете. Это значит, что то, что вы готовы ему предложить, не является соответствующим его желанием, не является соответствующим тому, что ему всего мужчина хочет. То, что вы хотите ему предложить, является неправильным, потому что вы знаете, что реакция на это будет, ну не такой, какой бы вам хотелось. А на что у него будет такая реакция, которая вам как раз таки настала? на то, что он хочет, на то, что его возбуждает, на то, что ему нравится, заставляет его сердце биться быстрее. И вот об этом вам и нужно подумать. Подумать о том, какие моменты, аспекты, какие проявления, какие особенности, индивидуальные черты, характеристики, наиболее интересные, наиболее интересные мужчины. Понимаете, что бы мы вам здесь не написали, что бы мы вам не сказали, это будет наши слова. Но наши слова, это искусственные, искусственные фразы. Потому что они предназначены, ну, как минимум для нас. А вам-то нужно для своего мужчины. Предположим, ваш мужчина любит мягкость. Любит мягкость, ласку. И туда вам можно написать ему смс, как раз таки эротического характера. Сказать, что вы хотите, там, мягко провести ладонью по его спине, по его груди, левоту и так далее. То есть это, понятно, мягкость. Если вы не вместе, то можно сказать, что вы мечтаете о том, чтобы так сделать. Или видите, представляете, как это делается. Если мужчины, соответственно, любят грубость, то тогда в грубой форме это самое высказать. Понимаете, профессиональная этика и их публичность, а также моральные нормы не позволяют мне говорить более откровенно. Я думаю, это и не нужно. Потому что если я, да или кто-то другой скажет вам что-то конкретное, это будет нарушением профессиональной этики с точки зрения психологии. Потому что мы не можем давать конкретных советов. А, в принципе, за примерами сразу, вы, в принципе, можете обратиться туда, куда вы обращались уже неоднократно, как я понял, и там получить образцы. Но я думаю, что ориентироваться нужно в первую очередь на желания вашего мужчин. Вот какие у него желания, то и нужно говорить. Что он любит, то и нужно постараться ему дать. Что ему нравится, то и нужно воплотить. Понимаете, важно не сколько сама форма, которая может быть любой абсолютно. Важна именно направленность. Приментивная направленность на то, чтобы сделать вашему мужчине приятно. И вот пока этой направленности у вас, условно говоря, не будет, ну, можно говорить о том, что у вас ничего не получится. Потому что, что бы вы ни сказали, это будет искусственно, ну, искусственная фраза. Это будет, условно говоря, ну, скажем так, это будет, не знаю, как, выстрел в небо это будет. И чтобы все-таки этого самого выстрела в небо не было, давайте постараемся подумать, что бы понравилось вашему мужчине. То есть, отталкиваться нужно от его желания, от его предпочтений. От его предпочтений, если я правильно вас понял, в интимном плане, и вот в зависимости от того, какие у него предпочтения, вот именно от этого и нужно вам исходить. И если во главу угла вы поставите желание вашему мужчине, то вам достаточно будет просто намекнуть ему на то, что вы можете их осуществить, и мужчина уже впадет в то самое состояние, которое вы для него хотите. Человека должно задеть то, что вы говорите. Это может быть сколько угодно красивой, послой, эротичной фразой, но если она, эта фраза, не задевает внутренние, душевные струны мужчины, то тогда нельзя говорить, к сожалению, о том, что вы добились своей цели, что вы достигли своей цели. Потому что желания мужчины по-прежнему не будут сколько-нибудь удовлетворены. Вот я думаю, что именно так вам нужно поступить. Как психолог, как специалист я могу дать вам такое вот решение вашей проблемы. Я могу дать такую вам рекомендацию. И хотя я понимаю, что, наверное, вам хотелось бы что-то другое. Наверное, вам хотелось бы более конкретное что-то. Но поймите, пожалуйста, нас правильно, мы все-таки не можем это вам предоставить. Просто потому-то это было бы неэтично. В начале своего сообщения, в начале своего письма вы пишете такую фразу, что не поймите меня неправильно. И вы знаете, лично я понял вас правильно. Вы хотите осмирить отношения с мужчиной, хотите поднести в них что-то новое. Это очень хороший мотив, это очень правильное желание. Но и вы поймите, пожалуйста, правильно нас, в том числе и меня, что у нас есть определенные ограничения. Но направление вам хочется верить, я дал. Именно направление, именно средство, а уже как вы им воспользуетесь, это вам решать. Я думаю, что с позиции искренности, с позиции непосредственности, важно, важно, чтобы фраза шла именно от вас. Только от вас. И это тогда помогло бы вам достичь желаемого эффекта. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Поехали. 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 Поехали.